Опять свершу под небом дожди От чьих-то козней злых, да далеки два берега родных Здесь будто день, а солнца в небе нет А там Крыму от солнца не спастись Балтийский крепко всоленный привет Я в Крым хочу скорее донести Я в разумьях измучился весь От тоски по твоим берегам Разве может Бородины здесь А Бородины стала быть там Снова светимся я и ты Снова Крым мне не будет чужим Поскорее свели уж мосты Чтоб поездкому прямо в Крым Как грустно то, что кажется смешным Я за граничным рейсом виден Крым Ну почему по чьей-то воде злой Мой Крым уже теперь почти чужой Мечтаю, как мне Крымского наёшь И за билетом очередь стою И на фон сиске бесконечный дождь Я в чемодане покажён сдаю Я в разумьях измучился весь От тоски по твоим берегам Разве может Бородины здесь А Бородины стала быть там Снова светимся я и ты Снова Крым мне не будет чужим Поскорее свели уж мосты Чтоб поездкому прямо в Крым Я в разумьях измучился весь От тоски по твоим берегам Разве может Бородины здесь А Бородины стала быть там Снова светимся я и ты Снова Крым мне не будет чужим Поскорее свели уж мосты Чтоб поездкому прямо в Крым Чтоб поездкому прямо в Крым Чтоб поездкому прямо в Крым Ну вот смотри, вот как раз Вот что подкупает в стихах Лично от меня как исполнителя Вот такой утонченный Такой романтизм То есть поскорее бы свели мосты Чтоб по нескому раз и ты И в Крыму То есть вот Хороший этот оборот такой Поэтический Я не знаю, это дар Это дарка поэта Или это конструкция какая-то такая Не знаю даже Это как-то так само получилось Само по себе Ну видимо может просто потому что В современном мире не хватает Какого-то такого романтизма То есть когда все Купи продай Ну вот правильно Саня Вот я поэтому тебе Должно быть что-то и Вот я сейчас поэтому начинал И как бы ушел от этой мысли По лермонтовской книжке Что вот лермонтов там да Офицерство было Нормальное офицерство Не сейчас Которые скоропостижно Молодые Быстроко заканчивают Ребята Которые Выбирают эту профессию А раньше И ничего в смысле кроме специальности Они лишнего не знают Да и никто им Да Не навязывает А раньше ведь офицеры были Такие вот Во времена лермонтов И бальным танцем У них бальные Да Танцы Литература То есть Образованный Офицер был очень образованный Интеллигентный человек И вот как раз Вот в этой книге Там про Что как бы влияние Шиллера На творчество Есть такая версия Вот Авторская Что на творчество Лермонтова как бы Шиллеровская поэзия Какой-то отпечаток наложила И я в общем-то Могу с этим согласиться А вот Ты Кроме Кроме школьной программы Литературу Ты что-то читаешь Вот Я читал все Кроме школьной программы Кстати Школьная неплохая была программа А мне она была неинтересна Я приходил 1 сентября Открывал учебник Любого предмета Читал от корки до корки 2 сентября Мне уже было неинтересно Вообще заниматься По этому предмету То есть И по математике И по химии Ну и как Приговаривался с учителями Да никак Тройки ставили Да и все Ну вот у меня по географии Екатерина Николаевна Шаляпина 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 Она говорила Тукиш Не приходите на мои Занятия Я вам тройки И так буду за год ставить Вот Из-за того что я как бы Защищался Вот если Не подготовился Не знаешь чьего-то урока Не знаю А не знал часто Поэтому приходилось Изобретать что-то Такое Чтобы Ну не сорвать Но чтобы как бы Быстрее Скоротать время В веселье Чтобы Отвлечь отважность 45 минут Прошли Чтобы По журналу До тебя Палец не дошел Вот И уже с учителем У нас Прямо в сентябре Она говорит Тукиш не ходите на мои уроки Вам и так будет Треха Вот И вот Смотри Сейчас Я опять же аналогию с собой провожу Потому что я думаю Что певец Ну это зеркало Вашей души С композитором Да И мы Чтобы опыт у нас какой-то Постоянно наращивался Творческий Мы постоянно Лично я Постоянно слушаю 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 исполнителей Хороших Средних Сильных Да То есть во всех категориях И в сильных И в хороших И в плохих тоже есть Положительная сторона То есть иногда Нужно пользоваться Моментами Вот Плохого Какого-то Недоборокачественного Звучания Чтобы Как краску использовать Вот Вы В литературе Вы Какой-то Ты читаешь Что-то Чтоб ты мог сказать На меня повлиял Современный поэт Нет Не читаю Стараюсь не читать Ну кроме тех там Как С кем как бы непосредственно Ближе Достаточно близко общаюсь А так Общаетесь вы как Я считаю что Я не хочу быть похожим на кого-то Лучше пусть кто-то старается быть похожим на меня Ну смотри Мы же так устроены Человечество Что Мы интуитивно можем Ходить по кругу По какому-то А А А там уже велосипед стоит Понимаешь Уже 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 его кто-то уже написал Про него Всю Всю его инструкцию И ты думаешь Ой ел упал Это он у меня Спер На самом деле Нет Он раньше написал А я не читаю я не знаю Поэтому он написал Или я даже себе Ну давай тогда мы послушаем Сейчас пусть Друзья мои 971 1911 Пожалуйста Ой Звоночек уже есть Еще не слышали Не слышали стихов А уже звонят Здравствуйте Здравствуйте Здрасте Здравствуйте Меня зовут Олег 43 года Олег Молодец Спасибо что позвонил Олег Вот Хотел бы задать вопрос Вопрос касательно того что Вот недавно буквально там Ну По осени Слышал гимн Ааа Посвященный Зениту Я так понял Что недавно его Сочинили Да Да Мы еще будем сегодня говорить То есть Непонятно почему До сих пор У нас У Зенита нет Гимна Да Ну вот Ааа У нас есть песня Самодеятельная Она хорошая Скажем что написано Да Ну вот Все Все буквально поют Ну вот Но Было бы смешно Если бы например Спартак пел Свой гимн Там Я не знаю Под вечернюю песню Там Москвы Какой нибудь Да То есть Совершенно непонятно Почему до сих пор нет гимна у нашей команды Спасибо Олег Звоночек Звоночек очень хороший Спасибо большое Я это держал на закуску Историю с гимном Зениту Ну я думаю что если вы потерпите мы на все это ответим На все ответим А сейчас я попрошу режиссеров наших Пусть идут фотографии там медленно А мы в это время будем слушать стихи автора Александра Ерофеева Прошу вас Я срываю одежду Встаю на гончарный круг Чьи-то чуткие пальцы ваяют мою оболочку На вождение Дует пустым как звук и чего-то во имя А ветер пронизанный строчкой Белоснежная скатерть Бокал голубого стекла Будто глаз наполняется кровавым напитком Как рентгеном Всю суть проживает дотла Тень в проколотой мочке змеей извиваясь шипит И двойным языком воспаленное небо целует Замок мой из огромных хитиновых плит На растворе слов Как магниты друг друга ревнуя Ставлю взгляды в посвечник Метрономом песочных часов Интервалы задушенных чувств Интервалы разбитых эмоций Из таких же как Верящих в искренность снов Геометрию фраз И неточность небесных пропорций Семена моих слов Не случайно попавшие в грунт В благодатный экстракт Только где-нибудь между Долгих лет и безумно коротких секунд Я встаю на гончарной Я срываю одежду Стоит ветру лениво качнуть занавески И тогда оживают из слов арабески Как во вскуровой камере И вообще День и ночь Вот и крестики нолики Выросту Буду профессором кислых щей А скорее всего алкоголиком И однажды закончится страх Что там в венах Старуха ключница Сундучок Папироска в зубах А скорее всего Чтоб отмучиться Вот опять Только нынче умолчанку Лучше голос Чтоб был закадровым На бульончике С бледной поганкой А скорее всего Недоваренным То ли слеза То ли свет звезды Взгляд маячковым проблеском Видишь В небе горят следы Ты между мной и облаком С нами страниц прочитанных Из тишины Жемчужина Плюнет в лицо софитами Буду стоять сконфуженно В крылья ладоши хлопая Речка звеня по камушкам Нежный Как призрак оперы Грозный Как царь Иванушка Может погрязну лузером Может прослыну гением Будешь служить мне музою В каждом стихотворении Твой странный мир Изваянный в песке Твои непоправимые ошибки О чем это? И ямкой на щеке Какой-то обаятельной улыбки Фантомом словом Ребусом за дворки А на большак Да что я там забыл? Красноречивый Красно-красноперкий Мой мир Как лист И пятнами чернил Кровяной коркой Грядками стихи Мазками рифмы Призрачные лица Смерть где-то тут Узнал ее духи Куплю такие же С утратой Похмелиться Ну вот Сейчас маленькую паузу сделаем Вот смотри Ну я конечно не могу похвастать тем что читаю Много Ну и параллель Меня может только чисто интонационное Вот ты читаешь И я думал так Ага Андрей Вознесенский Так Интонация такая У него При чтении Почти Да Ага